Если Бог дарует мне силы, то надеюсь в будущем рассмотреть эту притчу в целом. Теперь же ограничусь лишь вступительной сценой царского пира. О, вот бы нам всем научиться из этой назидательной притчи оживотвориться ею для всего, что благоугодно Господу, поскольку о всяком истинном наставлении в благочестии можно судить по его результатам, то есть святой жизни. Где больше святости, там больше мудрости, и повиновение воли Господа Иисуса на деле является самым верным свидетельством разумного сердца. Чтобы постичь упомянутую притчу, мы сначала обратимся к замыслам человека-царя, о котором здесь сказано. Он ставит перед собою великую цель – оказать честь своему сыну по случаю его бракосочетания. Далее укажем на великую щедрость, с которой он пожелал добиться этой великой цели. Он устроил пир, куда пригласил многих. Царь мог почтить своего сына иначе, но это великий царь, и он остановился на том, что лучше всего выказала бы его щедрость. И далее рассмотрим, увы, со скорбным интересом, серьезное препятствие, которое встало на пути исполнения его великодушного замысла. Таким препятствием стали званные на тот брачный пир, но не пожелавшие прийти. Ничто не могло скрыть царского великолепия этого пира, для того царь и расточал свои закрома со щедрым великодушием. Но было одно странное и почти неодолимое препятствие – званные не захотели прийти. Затем наши мысли остановятся в восхищении на словах благодати, с которыми великий царь обратился к людям, препятствующим исполнению его замыслов, послав других слуг с повторным приглашением – «Приходите на брачный пир». Если глубоко вникнуть в смысл этих трех слов, пищи для размышлений у нас будет более чем достаточно. Итак, некий царь, имеющий обширные владения и власть великую, решил устроить великолепный пир, поставив перед собой великую цель. Наследный царевич, возлюбленный сын царя, собирался жениться на прекрасной невесте, в связи с чем царь-отец желал отпраздновать этот случай с исключительными почестями. «Оторвемся от земли и возведем свои взоры к небу». Великая цель Бога Отца – прославить своего Сына. Таково Его желание. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Евангелие от Иоанна 5, 23. Иисус Христос, Сын Божий, уже славен божественностью Своей личности. Он невыразимо благословлен и не нуждался в дополнительных почестях. Все ангелы Божьи поклоняются Христу, Его славой наполнены все небеса. «Вначале Он предстает как Создатель, и в этом качестве Его слава совершенна. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». И сказал Он, «Да будет свет, и стал свет». Когда Он повелевал горам вознести их главы, вершины пронзали облака. Он изливал потоки воды и повелевал им найти протоки Свои, назначал им берега. Чего недоставало славе Слово Божьего, Христу, который был вначале с Богом, и когда Он говорил, делалось. Когда Он повелевал и являлась. Бог превознес Его стражи человеков, ибо Он есть прежде всего, и все им стоит. Он и есть тот, закрепленный в надежном месте крюк, на котором висят все вещи. На поясе у Него ключи от неба, смерти и преисподней, владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя чудный. Дано Ему имя выше всякого имени, перед которым поклонятся все на небесах, на земле и под землей. Он Бог, сущий над всем, благословенный вовеки. Именно к Нему возносится и будут возноситься песни хвалы всей вселенной. Однако Сыну Божьему угодно было предстать пред нами еще в одном обличии. Чтобы стать женихом, Он взял на Себя ответственность быть спасителем. У Него было довольно славы и прежде, но по величию Своего сердца Он хотел возвысить свое снисхождение, милость, любовь превыше вселенской власти. Итак, Он снизошел, дабы соединить в Себе Бога и человека, искупить возлюбленных избранных от наказания за их грехи и вступить с ними в самый тесный союз. Именно в качестве Спасителя Отец и стремится почтить Сына. Так что великой целью евангельского пиршества является не только слава Иисуса Христа Жениха, но и слава Его Личности в качестве Спасителя. Мы называем эту новую связь, новые отношения, новое родство, новым только потому, что они новые для нас. Хотя в реальности они пребывали в замыслах Божьих от вечности. Только для славы Иисуса, только в честь вступления в духовный союз Иисуса с Его Церковью делает Бог Отец Евангелие таким царским пиршеством. Братья, когда я говорю, что поводом до царского пиршества является великое событие, то, конечно, имеется в виду, что таким его воспринимает сам Бог. Хотя точно так же оно должно восприниматься и нами. Мы просто обязаны воздать Сыну Божьему почести. Для всякого законопослушного, подданного в любом царстве, брак одного из членов царского семейства есть событие, вызывающее большой интерес. Подобное событие обычно отмечают поздравлениями и выражением любви с полагающейся похвалой и славой. В данном случае всякий подданный великого царя всех царей имеет исключительный повод хвалить и славить Его, так как брачный пир в честь Его Сына является предметом великого восхищения и благодарности всех нас и каждого в отдельности. Ибо о каком браке идет речь? О браке Сына Божьего с кем? С ангелами? Нет. Он вступает в брак не с ангелами. Сын Божий вступает в брак с нашей человеческой природой. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова. Как нам не радоваться, когда великий Бог Небес воплотился в человека и снизошел искупить человечество от гибели из-за грехопадения? Ангелы ликуют вместе с нами, но у них нет той доли в радости, что у нас. Причина высочайшей радости человека заключается в том, что Иисус Христос, не почитавший хищением быть равным Богу, сделался подобным человеком и по виду стал как человек, дабы стать одной плотью с избранной им церковью. Пробудитесь, дремлющие! Если был, когда повод для вас возрадоваться духом и воскликнуть «Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтыр и гусли», то вот Он пред вами, ибо Иисус уже в пути. Он идет, чтобы обручиться со Своей церковью, чтобы стать с нею одной плотью, чтобы искупить, а затем возвеличить ее и посадить на свой престол. Здесь у званных гостей имелось предостаточно оснований, чтобы с безграничной радостью принять приглашение на пир и прийти, почитая себя трижды блаженными от подобного приглашения. У коварного, хитрого, лукавого человека и в самом деле есть несметное число причин радоваться славному Евангелию Христа Иисуса и не только радоваться, но и поспешить воспользоваться представляемой возможностью. Теперь разберем вопрос о царском происхождении жениха. Вспомните, что Иисус Христос наш Спаситель, есть Бога истина от Бога истина. Разве нас не пригласили воздать Ему почести? Правильно, ибо кому их еще воздавать? Конечно, мы обязаны хвалить и славить нашего Творца и Стража. И если кто не повинуется и не славит того, кто столь возвеличен и достоин всякого почитания, то, несомненно, только по злой воле. Возможность служить такому Богу – благо. Слава до Его облаков, да благоговеют пред Ним во веки веков. О, придите, поклонимся и припадем к Его ногам. Преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего. И радостно повинуемся заповедям Божьим для чести Сына Его заповеданным. Вспомните о личности Эммануила, и тогда вам захочется прославить Его. Сей славный Сын Божий, молвой, о Котором должна переполняться земля, есть Бог доподлинно. О том мы уже говорили, но Он, к тому же, несомненно, человек, наш брат, кость от костей наших и плоть от плоти нашей. Как же нам не радоваться, думая о том, что Он, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Он единственный такой, глава рода, второй Адам, Отец Вечности. И кто из нас не поклонится и не прославит Его? И как нам не искать Его чести, наблюдая ныне, как Он возвеличивает наш род, чтобы посадить с Собою на престол Божий? Вспомните также о Его характере. Была ли у кого из людей такая душа, как у Него? Я не собираюсь много говорить о Его божественном характере, хотя здесь имеется достаточно оснований для поклонения и благоговения пред Ним. Подумаем о Нем, как о человеке. О, возлюбленные! Сколько нежности, сколько сострадания и притом святого дерзновения, сколько любви к грешникам и притом, сколько любви к правде! Люди, никогда не любившие Его, тем не менее восхищались им, и души, от которых мы всего менее ожидали услышать признание Его превосходства, были глубоко тронуты, изучив Его душу. Мы должны хвалить и славить Его, так как Он лучше десяти тысяч других, и весь Он любезность. Было бы изменной смолчать, когда пробил час возвещать, о Нем, несравненном между людьми и духами. Рукоплещите, рукоплещите же при мысли о браке сына царя царей, для которого жена Его приготовила себя. Подумайте также о Его достижениях. Прославляя царствующую особу, мы всякий раз учитываем то, что она может совершить для народа, над которым царствует. Итак, что сделал для нас Иисус? Проще сказать о том, чего Он не сделал. На Его плечи легли все наши грехи. Он отнес их в пустыню, и те исчезли навсегда. На Него ополчились наши враги. Он встретил их в честном бою. И где они теперь? Сброшены в бездну моря. Что до самой смерти этого последнего врага? Он в сущности преодолел ее? Теперь уже и самый немощный из нас в силу Его победы над смертью скажет «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» Он небесный единоборец. Он вернулся к престолу Своего Отца под ликование и приветственные возгласы Вселенной. В самом деле, разве не ради нас Он боролся? Не ради нас побеждал? Как же тогда не почтить Его? Христос так велик, что у меня не хватает слов и ораторских способностей, чтобы рассказать об этом. Принесите царскую диадему и увенчайте Его. Разве это не таково единое мнение всех, кто познал Его? Разве не таким должно быть восклицание всех сынов человеческих? Разве не обязаны мы, радуясь за Него на востоке и западе, севере и юге, бить в праздничные колокола и вывешивать флаги, прославляя день Его бракосочетания? Царский сын женится. Празднует ли это событие? Да возвеличится, да прославится, да здравствует царь. Пусть выйдут девы с тимпанами и с иной музыки заиграют складно. Пусть всякая душа живая послужит, хваля и славя Его. Асана Асана Благословен грядущий во имя Господне. Давайте теперь рассмотрим великодушную щедрость, которую проявил царь, желая добиться поставленной цели. Сына царя должно почтить в день Его бракосочетания. Но каким образом? Варварские народы устраивают великие празднества. И, увы, эти люди в такие дни весьма и весьма низко падают, текут реки человеческой крови. И в наши дни тот или иной мерзкий, отвратительный тиран, находящийся на грани культуры и дикости, адские обычаи которого, ибо не осмелюсь определить их менее суровым понятием, хладнокровно повелевают убивать в угоду себе сотни людей, своих собратьев, ближних, во дни некоторых празднеств и карнавалов. Именно так, действуя злодейски, подобное чудовище могло бы почтить Своего Сына. Однако, ничья кровь не будет пролита, дабы почтили Сына Великого Царя Небесного. Иисус, несомненно, мог бы прославиться и через гибель людей, решивших отвергнуть Его благодать. Однако, не этот способ прославить Своего Сына выбирает Царь Небесный. Иисус Спаситель по случаю Своего брака с Церковью прославляется милосердием, а не гневом. Если в день онный и будет упомянуто о крови, то это будет Его кровь. Ею Он и прославится. Истребление человечества не может принести Ему никакой радости, ибо Он, любящий добро, кроток и смирен с сердцем. По традиции, большинство царей в ознаменование царского бракосочетания вводили новый налог или требовали увеличить дань, взимаемую с их подданных. На приданное для предстоящей свадьбы дочери нашей возлюбленной королевы мы подадим с большим удовольствием, чем по любому другому поводу, и роптать никто из нас и в мыслях не допустит. Но из этой предчиследует, что царь царей поступает с нами не так, как поступают люди. Он не ищет приданного для своего сына. От людей ничего не требуют, более того, их самих ожидают щедрые дары. Все, что требуется от подданных царя всех царей, так это перейти на некоторое время в иной, более благородный статус гостя. Нас приглашают не в качестве повара или прислуги, а в качестве гостя. Придите во дворец и возрадуйтесь. Рассмотрим щедрость, с которой Бог прославляет Христа. Эта щедрость показана в притче через брачное пиршество. Вот что, описывая цели этого брачного пира и в чем-то вторя великим пуританам, говорит Метью Генри. пир устраивают для любви, радости, насыщения и общения. Абсолютно то же самое можно сказать и о Евангелии. Цель Евангелия — любовь. Благая весть приглашает тебя, грешник, примириться с Богом. Благая весть уверяет тебя в том, что Бог прощает твои грехи, перестает гневаться и желает примириться с тобой через своего Сына. Таким образом утверждается любовь Бога к душе, появляется радость, блаженство, отрада. Сердца обратившихся к Богу во Христе Иисусе и уверовавших в Него исполняются мира, а озеро покоя их душ вздымается лишь волнами радости и плещется только от ветра ликования. Не горевать, а радоваться приглашает Великий Царь своих подданных, дабы прославить своего Сына Иисуса. Никаких переживаний и бед, а только радость и наслаждение стоят за Его предложением вам уверовать в распятого и воскресшего Спасителя. Кроме того, этот пир устраивается для насыщения. Изголодавшаяся душа человеческая насыщается благословениями благодати. Евангелие способно удовлетворить всякую нужду человека. Нет у нас такой потребности, которая не удовлетворится, если душа согласится на условия благодати. О человек, как насыщается благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя, ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. В завершении всего, венцом всего Евангелия дарует нам общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Во Христе Иисусе мы обращаемся со Святой Троицей. Бог становится нашим Отцом и открывает отеческое сердце. Иисус открывается нам не так, как миру, и общение Святого Духа пребывает с нами. Наше общение походит на дружбу Иоаннафана с Давидом или Иисуса с Иоанном. Нас угощают хлебом небесным, трапезой из тучных яств, из чистых вин, из стука костей. Нас вводят в дом пира, где тайна Божья открывается нам и сердце наше изливается пред самим Господом. Воистину, самое тесное общение с Богом, самую глубокую любовь и снисхождение дарует нам Бог. О чем это говорит вам лично? Разве щедрая богатая трапеза не достойна того, кто приготовил ее? Здесь все ваши нужды, о грешник, найдут свое удовлетворение. Все, что вам необходимо во времени и без времени, Бог приготовил вам в личности своего возлюбленного Сына и предлагает даром, без выкупа. Я уже говорил вам, что все расходы, связанные с пиром, этот царь взял на себя. Это был роскошный праздник. Здесь были приготовлены откормленные тельцы, но ни один из них не был взят от пастбищ или из стоил гостей. Евангелие предприятие дорогое. Сам Христос положил жизнь свою, дабы заплатить цену за это великое пиршество. Но грешнику этот пир не стоит ничего, никаких денег, никаких добродетелей, никакой подготовки. Вы приходите на евангельский пир как есть, хотя от вас требуется быть облаченным в подвенечное платье, но оно уже даровано вам. Вы призваны уверовать в Иисуса таким, как есть. Вам ничего не надо делать, кроме как принять от его изобилия, ибо тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Вас не просят оплатить продовольствие, вас просят быть гостем на божественном пиршестве бесконечной милости. И также сколь благородным, славным, почетным является Евангелие для тех, кто принимает его, приглашение на царский брак было высокой честью для званых. Я думаю, что многие из нас, очевидно, не будут приглашены на свадьбу дочери королевы, но если бы нас пригласили, мы, наверное, возликовали бы, поскольку большинство из нас приняли бы такое приглашение за одно из величайших событий в нашей жизни. Так было и с этими людьми. Царский сын женится не каждый день и не всякого приглашают на царское празднество. Всю оставшуюся жизнь таковые говорили бы «А я был на его свадьбе» и видел брачный пир во всем его великолепии. Некоторые из них, по всей вероятности, прежде никогда не праздновали таких пиров, какой был приготовлен великодушным владыкой в тот день и никогда прежде не бывали в подобном добром обществе. Братья мои, нет ничего более достойного для человека, чем принятие благой вести. В то время, как человек верой своей почитает Христа, Христос почитает его самого. Неплохо быть царским сыном, но пришедший на брачный пир единородного сына Божьего сами станут сынами царя, будутся наследниками славы великого наследника всего. Я говорю о щедрости, великодушии царя всех царей, а в моем сердце, исполненном священного жара, все растет и растет удивление, отчего это люди отказываются прийти на пиршество любви, приглашением, на которое их удостоили. Если пир столь дорог хозяину и ничего не стоит гостям, то как это находятся столь неблагоразумные, что отказываются от подобной милости? Воистину это объясняется только бессмысленностью невозрожденного сердца и еще раз доказывает глубину падения человеческой природы, причиной которой явился грех. Когда люди отворачиваются от Моисея с его каменными скрижалями, я не удивляюсь, но презирать этот благодатный пир, столы, ломящиеся от приготовленных яств, тельцов и плодов земли, просто странно. Но отвергать его величие и милосердие его есть больше, чем безумие. Грех достигает кульминации, когда человек решает скорее умереть от голода, чем отдать должное божественной благодати. милосердие